Всем привет! С вами на канале Твой Игровой Сегодня Настя и Филипп и мы поиграем в настольную игру Пригород Теда Оллспача. Это второе издание игры. Держи. У меня есть еще вот самое первое издание. Тоже локализация от Краудгеймс, еще вместе с Космодромом они локализовывали. Мы сейчас для вас запишем летсплей нового издания и потом расскажем, чем эти издания отличаются. У каждого издания есть свои плюсы и минусы, в том числе и во второго издания, которых вы узнаете в конце видео. Рассказываем правила. Настя давно не играла со мной в эту игру. В общем, смотри, какая классная фишка. Первый игрока, вот такое прям небоскребище. В том издании поменьше был, но тоже такой небоскребик был. Цель нашей игры это... Победные очки. Победные очки, они же здесь являются населением вашего города. То есть, у кого будет самое большое количество проживающих в городе, тот и победит. Тут есть такой нюанс, когда у вас растет население города, у вас снижается его репутация и доход. То есть, здесь такая связка идет. То есть, чем больше людей, тем больше у них всяких потребностей. И высказывают они разные там... Проблемы. Проблемы, да. Проблемы начинаются. В общем, как это происходит, сейчас расскажем. Тут есть такая удобная памятка, где все написано. На одной стороне у нас ход игрока описан, на другой, что делать при помещении жетона в город. Игра это, да, это такое евро, тайлоукладывательное. Значит, смотри. Перед началом мы еще должны чуть-чуть подготовку завершить. Во-первых, раскрыть... Так вот, семь тайликов на рынок. У нас есть общие цели. Вот они уже открыты. Две случайные. И две секретные цели, из которых ты, значит, будешь выбрать одну. Смотрим цели, вот эти теперь, и выбираем. Мне не показываешь. Если непонятно, то дам тебе в правилах посмотреть. Так. Ну, вот эта мне цель нравится. Покажу вам. У нас есть общие цели. Больше всего промышленных зданий промышленных. Таких желтых, да, это промышленные здания. И больше всего зеленых. Это население. Ну, это население. Там, жилые всякие районы, там, и так далее. Значит, что у нас есть? У нас есть у каждого планшет, на котором отображается уровень дохода. Это сколько денег мы будем получать каждый ход. И репутация. Репутация сейчас на единичке. Это значит, каждый ход у нас на единичку будет расти население. Также в нашем городе уже выложено три квартала. Пригород, парк, комбинат. По 15 монет стартовый капитал и три жетона инвестиций. Ну, и цель секретную, которую мы выбрали. Из чего состоит ход игрока. Вот давай прям по порядку. Значит, первым делом нужно выбрать и добавить в свой округ жетон или маркер инвестиций. Оплатив его стоимость. Что это значит? Значит, вот отсюда жетон мы можем взять той стороной, которой он лежит. Либо взять жетон, перевернуть его, превратив его в озеро. Или разместить на уже имеющемся у себя в городе квартале маркер инвестиций. Тем самым как бы удвоить. Да, я помню. Оплачивается это, смотри. На каждом жетоне, вот здесь слева, в левом углу есть его стоимость. Плюс добавляется стоимость рынка. Вот, например, если я хочу этот круглосуточный магазин прямо сейчас построить, то я должен заплатить 6, 4, 10. После чего помещаю его в свой район. Жетон, он обязательно должен соприкасаться одной стороной хотя бы с уже выложенными. Ну, на любой. Да. Облатил стоимость. Потом у жетона есть мгновенный эффект. То есть, как только он размещается в округе, вот это срабатывает. Плюс один доход. Мне этот круглосуточный магазин принесет, я здесь маркер подвину. Также есть на жетонах условия. Вот, выкладывая жетон, что происходит. Мгновенный эффект, потом условный эффект жетона. Вот, например, вот эта свалка, условия у нее срабатывают. Проверяем. Минус один, одна репутация за каждый соседний район. Ну, здесь любой из типов районов указаны. Куда угодно поставь все. Да, и проверяйте. То есть, я вот эту свалку поставил, например, вот здесь, получил два дохода, но тем самым, вот у меня один пока соседний с ней, поэтому на один репутация у меня вниз пошла. Потом проверяются свойства соседних с выложенным жетоном. Например, вот этот комбинат, опять же, он минус один за каждый соседний зеленый либо серый. Ну, то есть, свалку с комбинатом рядом можно ставить, ничего не будет. Вот, плюс есть такие жетоны, которые влияют на вообще весь твой округ и на округ соперника. То есть, проверяешь, есть ли у соперника там какие-то эти, которые влияют на твои и так далее. Все, поместили мы жетон. После этого мы получаем доход, в зависимости от вот этого уровня своего дохода. Получаем монетки. Растет у нас в соответствии с репутацией вот здесь населения. Вот, и вот это все сдвигается, открывается из стопки. Вот у нас три стопки, здесь А, Б и С, открывается новый жетон. Игра у нас закончится после раунда, вот здесь в одном из шести нижних тайлов замешан конец игры. Тайл еще один раунд. Вот, когда он открывается, мы доигрываем еще один раунд и считаем очки. Озеро как разместить. Тоже выбирается любой тайл вот из рынка, вот эти два бесплатно, ты переворачиваешь вот так, ну, например, ты хочешь у соперника, чтобы ему не достался какой-то, да, вот прям очень хочешь, но не хочешь платить его стоимость. Ты берешь, платишь восемь, превращаясь в озеро и выкладываешь. Озеро что делает? Приносит два бакса за каждый соседний участок. То есть, если я вот сюда его помещу, я сразу же мгновенно четыре монетки получу. Озеро тоже можно улучшать. Вот, это понятно. Также у нас есть три района стандартные, которые можно тоже строить. За их цену. Ну, которые вот они у нас. Да, вот они стоят. Вот они четыре, три и три, вот это, которые у нас уже выложены. Ты берешь их отсюда, но обязана сбросить один из стайлов из рынка. Тоже можно выбирать любой, но заплатить, если выбираешь вот отсюда, придется. По аналогии с озером. Понятно. И инвестиции. Когда ты размещаешь такой маркер инвестиции, ты платишь еще раз стоимость вот этого жетона, который уже выложен, и у тебя еще раз срабатывает его свойство. Я поняла. То есть, мгновенный эффект, и вот этот условный эффект еще раз проверяется. И все за него получаешь. И тоже обязана удалить тайл. То есть, тайл из рынка всегда удаляется один, чтобы игра на месте не стояла. Всего таких жетонов инвестиций у тебя три. Вот, механика с населением. То есть, тут есть вот такие красные полоски. Когда твое население их пересекает, у тебя понижается репутация и доход. Если вдруг ты пересекаешь обратно, они, соответственно, повышаются. Иногда выгодно, да. Да, ну что, попробуем. Давай посмотрим, какие у нас здесь выложены уже. У нас есть ферма, которая понизит тебе репутацию на один, но повысит на один доход за каждый вот такой квартал ресторан. Сейчас нет. За каждый ресторан. Ну, они могут потом появляться. Канцелярский магазин. Синенькие – это все такие бизнес-кварталы. То есть, они повышают уровень дохода. Канцелярский магазин. Плюс один доход. И плюс один за каждый офис. Такой чемоданчик – это офис. Трейлерный парк. Это просто шесть населения повысит разом. То есть, не репутацию, а именно вот там население. Вот такие вот уже значки. Круглосуточный магазин. Просто на один доход повысит свалка. Это мы уже рассматривали. Ресторан быстрого питания. Три населения. За каждый соседний с ним зеленый квартал. Такой домик. Так. Ну, я, наверное, возьму канцелярский магазин за восемь. Пять и три. Канцелярский магазин мы поставим... Вот сюда. Сразу повышаем доход на один за него. Больше у меня таких нету. Ну, вот если я буду ставить вот такие вот офисные, то у меня будет расти доход. Да. Теперь смотрим соседний. Парк. Плюс одна репутация. У меня появился здесь соседний синий квартал. Одну репутацию получил. Все. Теперь, значит, у меня доход один. Беру одну монетку. И на два растет население. Так, сдвигаем. И открываем следующую. Парковочка приехала. Приехала. Такая дорогая парковочка выходит. Ну, пока да, но оно со временем уже будет дешеветь. Ну, понятно. Бери кругля 2.8. Да, я думаю. Там просто один рейтинг только повысит доход. И все. Если сюда поставить, то да. Не репутацию. Он хотя бы стоит всего 8. Ну, совет в начале игры всегда побольше строить зданий, связанных с доходом. То есть, нужно налаживать. Понятно. Поступление средств. Точно так же, как ты построил. Получаю. А, у тебя 0. Нет. Ну, вот это, в смысле, плюс 1. А, посчитай, плюс 1, да. И за вот это тут. Ну, то же самое, как у меня. И одна монетка. Да. И 2. Раз, 2. Так, все, это я обновил. Угу. Так. Ну, это все сейчас очень дорого. Да, да. Здесь полностью перерисованы. Ну, более детализированные стали. Просто хотел в конце рассказать, но ты уже заметила. Ну, конечно. Так. Ничего хорошего, конечно, я не вижу. Мне с Валочкой нравится, но у нас рейтинг понижит. Репутацию. Ну, она на плюс 2, с другой стороны. Угу. Повышает. Да, я возьму свалку. Она, получается, 6 стоит. Мы ее сделаем вот сюда. Доход. Раз, два. За соседний комбинат минус 1 репутация. Этот комбинат ничего сейчас пока не делает. Угу. Вот. Ну, и, собственно, 3 монеты у меня доход. И на один пошел по населению. Что там пришло? Бизнес-центр. Вот тут мне нужно. 19 как бы. Ну, пока что. Я, наверное, ресторан все-таки питание возьму. Как раз у меня не хватает, да? А, нет, не хватает. Не хватает. 9 он стоит. Да, мне не хватает. Мне 8. Ну, сделай озеро. Ты можешь сначала ферму построить, а потом ресторан быстрого питания. Да, ферма, блин. Ну, да. Тебе пока что ферму невыгодно. Но, с другой стороны, у нас идет соревнование по желтым. Она дорого стоит. А, на 9. Да, мне нет сток. У меня 8. Делай озеро. На нем, у тебя вот сюда вот отлично озеро впишется, ты 6 монет получишь. Да, я вот думаю. Я вот здесь уже тоже под озеро, видишь, место подготовил. Ну, ферму, наверное, мы переработаем. Триллинный парк явно не нужен. А, подожди. А за озеро сколько я должна заплатить? Нисколько. Ну, сколько, так как это бесплатно, правильно? Только верхнюю сцену рынка, да. Тогда вот так. 6 монет. 6 плюс 1 доход. А что у тебя 1 доход такой? Ну, у меня больше не было. Вот он 1 дал и все. А, да. Это у тебя было больше. И на 2, зато население уже обогнало меня. А население это не самое важное. Скотобойня. Минус 2 репутация и тоже плюс 1 за каждый ресторан. Плюс 1 доход. Так. Ну, мне... Что, у меня 5 монет всего, да? Ничего не куплю. Давай. Ну, а тебя там что? Ладно, трейлерный парк переработаем. Положим вот сюда его. И получаю я 8 монет. Доход у меня плюс 3. 3. 1 население. 1, 2, 3, 4. В муниципальный аэропорт приехал. О, аэропорт прикольная штука. Но и там чем больше аэропортов, тем лучше. Ну, да. То есть они в связке друг с другом там работают. Что, ладошки чешутся? К деньгам. Я вся чешусь к деньгам. Повышает доход. Подумаю, что купить все-таки. Либо ресторан быстрого питания. Ну, ферма уже ты переработала в озеро. Ферма мне не нужна сейчас. Да, рядом с парком ресторанчик там. Нет, просто это даст вот это. И как раз к этому. Кстати, обрати внимание, водонапорная станция. Угу. Это у тебя каждое озеро будет приносить по 4. Угу. Ну, сейчас-то оно никак не принесет. Будет. Если ты поставишь... Ну, оно сработает? Да. Поставишь где? Вот здесь? Где хочешь. А, неважно. Она на весь округ работает. Не, ну, она не сдает зато больше ничего. Ну, это получается... Ну, получишь ты чуть больше денежек, и все. Ну, это разово, так скажем. Нет, не разово. Ну, я имею в виду, потом тебе нужно еще одно строить. Когда построишь водонапорку, ты сразу получишь по 2 с каждого соседнего за озеро. Понятно, и все. Потом, потом, рядом с озером будешь ставить, уже оно 4 будет тебе приносить. Ну, все равно. А если ты водонапорку еще и проинвестируешь, то будешь с озера вообще за каждое соседнее 8 получать. Так, оно 2, с этим 4, с водонапоркой. А, нет, 6 получается. Ага. Еще 2 и еще 2, то есть 6 всего, да. Ну, я же сейчас не сделаю, как ты сказал, ты так сделаешь, правильно? Ты про водонапорку? Да. Нет, у тебя деньги нужны? Нужны, конечно. Понятная идея. Это хорошие инвестиции. А, ну, помощник. Ты меня больше слушай. Да, вот так. Да, что ты рядом с озером ее ставь. Она же сама за себя еще принесет. Тут просто еще... А, неважно абсолютно. Озеро. Я поняла, да. Смотри, вот ты сейчас ее поставила. У тебя сейчас работает ее условие. Вот теперь озера, ну, смотри, ее ты только... За эти ты уже получала, поэтому еще по 2, это 6. Если бы я здесь поставил, он бы, ну, дал бы репутацию. А, ну, смотри сама. Да, поэтому я думаю... Что тебе важнее сейчас, деньги больше получить, налички или репутация? Ну, потом же все равно, когда я сюда поставлю, я получу, ну, какая разница. Могла бы сразу, может, так. А так мне здесь нужно будет. Это синенькое, что-то можно. Она здесь может контачить. Вот так, тогда. 6 получаешь за то, что водонапорку построила. И 1 репутацию. Вот так. Репутация с парка, да. Вот, теперь доход 1. Угу. И на 3 идешь по населению. Вдвинь там сюда. Угу. Стопочка А у нас уже почти закончилась. Так, канцелярский магазин. У синих, а? Так, 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 так. Ну, можно, кстати, ресторан быстрого питания, но мне нужно... Бизнес-центр стоит сейчас 13. Он дает за каждый соседний синий. Ну, вот, можно, в принципе, много денег сразу будет. Получается, 13 он стоит. Так, вот мы его возьмем. Угу. Поставим вот здесь. Плюс 1 доход стайла. Условия. Плюс 1 доход за каждый соседний синий. Это 1 вот здесь. Угу. То, что он рядом с... Ну, теперь смотрим озеро. Угу. Вот здесь снова это 2 монетки. Вот. И в округе плюс 1 за каждый у меня появился вот этот офис. Еще плюс 1 доход. Так. И получаю я 6 монет. Одно население. Что там? Ассоциация домовладельцев. Угу. 2 бакса за каждый домик. Вот здесь соседства не нужно. Ну, да. То есть вообще, в принципе, в твоем округе. Ты можешь... Не, ну, если тебе, допустим, нужно что-то, и твой тайл дает плюсом к зеленому. Ну, да. Выложенный уже, то удобненько. А я все-таки куплю ресторан быстрого питания. Сюда. Один доход. Один доход. А есть? Население у тебя... Ааа... Транпортная компания привыкла. Вот у 16. 2 бакса за каждый синий. Угу. Угу. Идти в аэропорт и не идти, непонятно. Пешком идти? Ну, они выгодны только если будут еще. Угу. Так, в принципе, у нас есть цельно желтые. Так, вот это сброс. Давай, 10 он стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Куда ты? Пять, все, десять. Разогнался. Так, мы его ставим сюда, чтобы он никому там это не мешал жителям. Ну, да, с комбинатом. Ну, что там, с комбинатом. Рядом с комбинатом. Ну, там, далеко от свалки. Подожди, сейчас. Значит, он дает плюс один доход за каждый аэропорт вообще в игре. То есть, если у тебя появится аэропорт, он дождь даст. Сейчас он пока что у меня вот сам по себе один. За самого себя. Минус одна репутация за каждый соседний зеленый квартал. Таких нет у меня. Угу. Этот не работает. Поэтому все. Семь доход. Одна репутация. Подвинешь? Восьмерку мне. Так, ну надо что-то делать. Что там, администрация города. Угу. Один доход за каждый серый, минус два репутации. Как-то надо тебя догонять. Так, я как бы тут по деньгам вообще где-то очень далеко от тебя. По доходу? Да. Ну да. Проинвестируй. Не знаю, строй лакуркозера, получай деньги. Я и хочу, я думаю, как лучше. Ресторан у тебя есть, он может скотобойную бахить. Я знаю, я думаю, как лучше. Ну это семь, но она сама по себе не очень. Это если еще больше ресторанов строить, ее выгодно делать. Хотя об этом же. Но она всего лишь не один даст. Я бы бахнул кругляк рядом с озером. Я думаю. Скотобойня просто еще и минус по репутации даст. Минус два. Ну как бы так себе в затее. Парковки мне не хватает. Я бы взяла. У меня денег мало. А если? Шесть даст. Если мне даст шесть. То мне хватит. Чтобы его проинвестировать, нужно два заплатить? В озеро? Да. Ничего не надо платить. Платишь стоимость вот эту. А, ноль. То есть вообще бесплатно. Ну а зачем тебе инвестировать в озеро? Я говорю, деньги. Деньги? Я, например, хочу парковку. Мне не хватает. Она стоит двенадцать. Ну ты сейчас, если проинвестируешь в озеро, ты всего шесть получишь. Мне как раз хватит потом. Ну а это, понимаешь, у тебя на всю игру третий у жетона. Тебе лучше проинвестировать в водонапорку за шесть. Ну а потом ее произведут. Просто мне сейчас это удобнее будет, потому что оно мне даст плюсом. Доход увеличит. Я не знаю, просто инвестировать в озеро это так себе. Ну уж я хочу сделать облагородить озеро. Людям он плохо живется у меня. Они хотят в озеро получше. В шезлонге там все красиво. Если ты просто не перекроешь потом доступ и не заберешь парковку. Не знаю, взяла бы вот этот, смотри, он стоит три. Он не потацию не понизит. Не понизит, если не будет рядом серых и зеленых. Ты можешь поставить его вот сюда, повысишь доход на один, плюс за озеро получишь четыре бакса. Я про них вообще забыла. Подумай. Просто так проинвестировав, ты выкинешь жетон и заработаешь всего шесть. А так вот. Лучше, да, потом сначала вот это поинвестировать, а потом уже можно вот так. Тогда получу еще деньги. Да. Тогда мне нужно заплатить только стоимость этого жетона, правильно? Да. Ну и убрать какой-то жетон. Ну это я поняла, да. Так, три вот я плачу, давай не желтенький. Так, я поставлю его вот сюда. Ну и все равно соседству. Ну да. Так, за это четыре, так это один. Один. За соседство с озером четыре. Четыре. Есть. И выбирай, какой удалить. Стоит за это, чтобы его удалить, надо восемь заплатить. А, тут точно, господи. Тогда вот этот. Ну зачем? Бессмысленно. Офисов у тебя нету? А то мой канцелярский магазин приносит доход за любой офис. Я очень рада. И... Столько теперь, мне две монеты не получили. И три репутации. Раз, два, три. Чего не хватает? Так, ты очень сильно убежала уже. Что-то с этим делать? Не хватает денег. Нужно еще один канцелярский магазин бахнуть. А, мне не хватает уже денег. Мне нужно, мне нужно больше денег. Да у меня тоже уже не хватает. Нужно, наверное, еще одну озеру бахнуть. Хоть бы по семь получаешь. Ну, я не приду еще одну озеру, к сожалению, делать. Только не трогай торговку, тебе очень прошло. Ты на нее копила, что ли? Я коплю на нее, да, она мне нужна. Ну, извини. Да. Ну, что это такое? Сейчас я. Восемь у меня, всего восемь. Скотобойня мне не нужна, на парковку не хватает. Значит, по-любому делать озеро. А, можно проинвестировать. На восемь. В канцелярский магазин. Ну, пока что это не очень. Если ты не будешь строить офисов, мне это нафиг не надо. Ну, мне офисы как-то не особо катят. Я даже больше бы продукты бы делала. У них пока особо и нет. Так, с другой стороны, если проинвестировать в парк, понизит доход, но зато раз, два, плюс три репутации. Где я еще сейчас возьму плюс три репутации? Нигде. Давайте в парк проинвестируем. Четыре. Правильно же? А может, не стоит новый парк просто построить? Построю еще один парк. Вот здесь поставил. Нет? Плюс один будет, плюс два будет. Плюс два, а там плюс три. Нет, давай. Ну, как бы. Четыре плачу. Пять. Один назад. Парк. Но, минус один доход. Он все повторяется еще раз. И раз. Три. Два. Три. Три репутации. Раз, два, три. Шесть монет. И еще? Все. Это ж, ну, ты мне раньше времени посчитала. Доход, репутацию получил и удаляем. Ну ладно, скотобойня, не буду тебя гадить. Спасибо. Но вообще надо было по-хорошему. Ну, надо тебе. Если прям по спорту играть. Ну, не, не. О, электростанция. Ты, кстати, помни, когда ты играл эту электростанцию, у тебя было две, что ли? Ну, если я ее сейчас построю, это плюс три дохода будет за меня. Да. То есть написано, вот если за каждый ваш, то это только в вашем уровне. То есть не написано ваш, то вообще во всех округах. Так, парковка, да? Парковки не хватает. Ладно. Не хватает у тебя еще? Нет. Тогда мы сейчас проинвестируем в водонапорную станцию, как я и хотела. Шесть. Инвестируйте. Шесть она стоит. Плачу шесть. Инвестирую в водонапорную башню. И получаешь восемь денег. Да. Раз. Теперь вот здесь, вот здесь если построишь, чтобы будешь получать шесть монет. Рядом с озером теперь. Так. Выбирай, что сбросить. А, две монеты. Выбирай, что сбросить. Вот это, конечно. Я подвину, ты получай деньги там. Две монеты мне просто дай, и все, получай деньги. Что, две? У меня две, все. У меня доход маленький. И на три. Раз, два, три. Минус-минус. Вот тут он как убежал. Мой ход, да? В музей приехал. Прям серый, страшный. Да, поперли серые что-то. А у меня десять монет тем временем. Много. Нет. Два бакса за каждый домик. Тебе только один. Ну, он сам по себе зеленый. Ну, он зеленый, да. Ну, что будет. Ну, в принципе, неплохое вложение. Сюда поставишь. И еще плюс даст тебе. Да, плюс два даст. В принципе, можно, да. Давай. Вот сюда. Оно, смотри, при выкладывании дает сразу одно население. Угу. Пожди, не торопись. Нет, я поступила. Два бакса за каждый домик от четыре. Раз, два, три, четыре. И от парка плюс две репутации. Потому что он проинвестированный. Угу. Ну, видишь, что это. Плюс шесть и плюс шесть. А еще жалуются, что я обогнала его. Восемнадцать. Пересек одну черту. Ты уже скоро доглянешь меня. Я не жаловался. Я просто говорил, что пора уже догонять. И наконец-то я могу купить. О, боже мой. В соседнем округе наконец-то появилась парковка. Ну, ладно тебе. Сенсация. Все газеты только об этом и пишут. Так, пять. Пять. И два. Двенадцать. Да. Вы доросли до парковки. А у меня есть бизнес-центр и канцелярский магазин у озера зато. Без парковки. А я забочусь. У меня круглосуточный магазин, поэтому должна парковка. Там должна быть парковка. А у него тут, кстати, нарисована небольшая. Да. Ты сделала просто огромную парковку у озера. Конечно. Я забочусь о своих путях. Так, давай по порядку. Значит, здесь плюс один. За каждый соседний серый и синий. А синий один. Вот. Плюс один. Надо было, конечно, как-нибудь... О, может сюда его? Нет, тогда озеро не даст. Ну, озеро тебе плюс шесть монет просто разово. А сейчас? Нет. Лучше вот так. Тогда сейчас мне даст два дохода. Еще плюс два. Раз, два. Так лучше. Да, но деньги тогда не получаешь. Ничего страшного. Я доход получаю. Все, соседние не работают. Это нет, это нет. Все, получай четыре монеты и на два расти. Три. Четыре. Четыре. Раз, два. Так, ну что тут у нас? Опа! Это деньги. Стадион. Две репутации за каждый соседний зеленый. Ну так себе. Так. У меня есть 14. Все, ты все получила? 14. В принципе, вот транспортная компания. У меня не хватает, блин, две. За каждый ваш серый. Серый у меня один. Ерунда. Все. Администрация города. Две штуки подряд. А там 15 стоит. Даек, макарек. Тогда просто еще одно озеро, наверное. Так, а здесь что можно поставить? Не зеленый. Тут может еще один желтый только поставить, чтобы репутацию увеличить. Короче, мы из этой администрации делаем озеро. Вот сюда. Плюс 6. 6 лежат как раз. Плюс 5. И на 5 растут. Раз, два, три, четыре, пять. Минус 1 на 1. Ну, я раскачал, да, репутацию. Начальная школа появилась. Начальная школа работает... Зелененький. Зелененький просто приносит. Ну так себе. То есть репутацию дает. Там, смотри, по большей части начальные школы нужны потом в третьем, вот это там, в ЦЕ, если университет придет. Да. Он репутацию растет в зависимости от того, сколько там этих вот с таким значком. Ну, школ. Про цели не забывай. Это много очков. Я знаю. Я хочу вот здесь поставить. Вот даже не зайдет. Зайдет. Да. Вот там. Сюда. Это даст мне сколько, это не даст. Четыре. Шесть. Шесть. Что? Она у тебя инвестированная. Само по себе озеро два. Ну да. Обычная водонапорная еще плюс два. Инвестированная еще плюс два. Всего шесть. А потрачу я всего три. Допустим. А доход, блин, это у меня доход. Ну, а то репутация повысится. Это каждый сосед. Блин, тут один всего. Интересно. Просто денег не хватает ни на что, чтобы купить, что нравится, а... Покупать, что не нравится. Ходится что-то выбирать. Тебе, вот, и нужны деньги. Я знаю. Малые озера с такой водонапоркой. Я и... Ну, мне что-то хорошо ее поставить. Ну, тебе надо... Вот, да. Тебе надо как-то просто планировать город, чтобы вот сюда что-то поставить, чтобы потом сюда впендюрить озеро и сразу много получить денег. Вот, видишь, у меня вот, например, вот для озер теперь хорошая миссия. Но тут не очень, потому что здесь парк у меня инвестированный, я хочу им еще воспользоваться. Ну, вот же. Проинвестируй во что-то, если нечего отсюда брать. Не, не, не. Я просто думаю по-другому. Если я возьму ту... А, мне доход это не увеличит. Только репутацию увеличит. Репутацию о чем? Ты так, господи, это понятно. Что? Ну, да, деньги мне все равно нужны. Так, это, наверное, лучше я, наверное, вот здесь поставлю. Что? Да, я комбинат думаю. Еще раз. А, вот этот? Да. Минимум вложений и максимум получить. Он доход увеличит. Да. Наверное, я сделаю вот так. Я заплачу три. Да, не комбинат, пожалуйста? Получу комбинат. Построю вот здесь. Это дает мне плюс один. Да. И шесть монет. Убирай что-то с рынка. Да. Шесть монет. Да я сдвину, ты получай. Так, а теперь мне нужно пять монет. И на два я иду вперед. Раз, два. И пять монет. Кинотеатр. С двадцатку. Я могу взять прям сейчас. Но он дает за соседние дома. Мне очень интересно. Вот электростанция. Ммм, электростанция. За каждый синенький плюс один. Если еще рядом с озером. Ммм, красота. Да, будет. Давай. Это одиннадцать стоит. Тык-тык. Вот здесь. Рядом с озером. Это две монеты за озеро. И плюс один. Это плюс три дохода. Раз, два, три. Что там аэропортов? А, вон пришел аэропортик. Это хорошо. Теперь семь получаю. И на четыре. Раз, два. Три, четыре. Ну ты обогнал. Ну я обогнал. Ну я обогнал. Молодец. Опять. Аэропорт 21. В принципе, это не очень нужен. Так, по желтому у нас ничья. При ничьей никто ничего не получит. Ты понятное ничья. А по синим ты обгоняешь. Ты четыре синих. У меня два. Ай-яй-яй. У тебя что, цель под синим что ли? А, у нас же там по зеленым. По зеленым. Зеленый, вот он у нас. По зеленым. Пока что у меня два. Ну вот я и думаю, мне нужно вот здесь поставить. Зеленых нет, только на рынке. А, ну пригород можешь, да. Я и думаю, мне он как раз сюда нужен. Давай я сразу это и сделаю. Сколько он нам стоит? Три? Пригород, да? Три. Ой. Сразу два населения получи. Вот сюда. Раз, два. Так, и он мне за каждый соседний... Смотри, да. Вот этот за каждый соседний, это плюс три тебе еще. Раз, два, три. Понижайся. Этот не работает. Нет, не дает. Есть, которые зеленые вообще везде в округе нету? Нет, 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 нет. А, у меня есть ассоциация домовладельцев. Два бакса за каждый зеленый. У тебя появился зеленый, я получаю два бакса. Кстати, я в прошлый раз еще за твой не получал. В смысле? Ааа. Он же в начале игры, да. Это вообще за каждый зелененький, вот этот за каждый дом. Ну возьми, господи, возьми четыре. Сейчас четыре беру. Пять беру. Так, я возьму четыре. Один возвращаю. Ассоциация домовладельцев, это тема. Четыре. Доход полученный. На один. Здесь подвинулась? А, нет. Я только доход полученный. Вырвалась. О, господи. Так, это ты убираешь что-то. А, да, да, да. Да, да, да. О, небоскреб приехал. Минус один доход за каждый небоскреб, построенный после этого. Он плюс три дает. Он самый, он самый, он единственный должен быть в городе. Ну да. В округах. Как обелиск. В округах, потому что если кто-то другой округ построит, то тоже минус этот будет. Минус там небоскреба. Так, заправка. Фигня. Стадион. За каждый соседний зеленый. Вот это неплохо. У тебя деньги есть? Стадион это интересно. Да, у меня есть. А, ну тебе как раз. Блин, прям удачно. Хорошее вложение. Школа тоже неплохо. И школа неплохо. Он тебе население дает. Но станет он здесь один. И репутацию дает. Ну и потом, как ты сказал, там будет удобно. Это бы если будет университет, но его нету. Ну это в третьей стропке он будет. Будет, конечно. Не нравится больше стадиона, репутацию повышает. Ну это если много зеленых потом вокруг него строить. Ну в принципе у меня есть такое место. Почему нет? Давай, ладно, возьмем. Это будет стадион. Это будет 16-18. Даю 20. Сдача 2. Кто сюда единички кидает? Ну не дотягиваюсь я немножко. Единута ручки маленькие. Значит 2. Вот сюда ставим. Плюс 1 доход. И плюс 2 репутации. Вот у меня пока только один соседний зеленый. Раз, два. И получаю 8. На 6 тебе двигать, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты один раз пересек. Угу. И обогнал меня. Что появилось? Начальная школа еще. У нас школа еще одно, да. Как себе. Справка. А, справка. Иди сюда. Вот так вот. Вот так вот. Зачем ты пригород закрываешь? Может там рядом с зеленым что-то еще интересно. А, тут дают. Нет, тут как. Давай плюс 1 доход. Раз. Вот это соседний. И просто подвинься на 1. Два. Парковка. Каждый соседний. Плюс 1 доход. 1. Все. Угу. 6 получаю. 6 и 1. Угу. Так, все. У нас последняя стопочка началась. Тут самые интересные здания будут. Экологический центр. 2 бакса за каждый желтый. Вообще за каждый. Угу. То есть из-за твой долг. Ну, сейчас, то есть 12. То есть он сам себя окупает. Ну, понятно. По сути. Так. Так, так, так. Внутренний аэропорт. Вот что мне нужно. И он впишется идеально вот сюда. Ай, блин. Там зеленый. А, с другой стороны. За него минус 1. А за парк плюс 2. То есть в наваре на 1 буду. Да, давайте так и сделаем. 15 он стоит. Плачу 15. Внутренний аэропорт. Подожди, не спеши. Я подвигаю аэропорт. Ставим вот сюда. Доход плюс 1. Теперь. За каждый аэропорт репутация. Это плюс 2. Угу. За каждый соседний дом минус репутация. Вот у меня один соседний дом здесь. Блин, тут же стадион. А ты же хотел озеро. Я стадион тут хотел. А что ты не так сделал? Давай, нет, я не буду его сюда ставить. Ну, поменяй, куда ты хочешь. Так, смотри, если я его убираю. Обратно, уверди. Все. Вот ты за зеленый, если не поставишь рядом, то не надо понедить. Давай вот сюда. А, все равно понедишь. Вот сюда. Вот так, да. Вот тогда еще. Сейчас, подожди, подожди. Доход я за него повышал. Да. Репутацию вот здесь за парк ничего. Да. Два аэропорта. Репутацию я повышал? Да. Да, ты сразу повышал, да. Вот. Тогда теперь 2 бакса за то, что он рядом с озером. Угу. Электростанция дополнительно. За каждый ваш желтый приносит доход. Угу. Все. Угу. Получаю я 9, 10, и на 7 иду вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О! Ты пересек. А, там нарисовано, да? Да, вот она красная линия. Ну шо. Тык-тык. Бутик. Угу. Репутация закажет сегодня зеленая. Не так себе. Блин, зелененькие, нужны вы придете еще зелененькие или пригороды просто строить. Можно просто пригородами, конечно, обложиться. Ну, я возьму начальную шкуру. Ну, все, тут пять. Что я думал еще? И поставим ее... Блин, сюда не могу. Почему? Минус один. А? Так ее надо... А, за каждый ваш зеленый. Тогда вот сюда. Там сюда, да, ну, озеро. Ты делай себе... Что? Нормально. Ну, сюда не могу, но что я сделаю? Так, плюс один. И за каждые два у меня получается... Раз, два, пересекла. Опять вернулись. Опять. Пять. Нет, не что же, что на серую работает. Нет, нет. А, стоп! Серая. За каждую среднюю серую плюс один доход. Так, ну, все, что так. Все. Угу. Экологический центр, еще один. Угу. Зеленого ничего? Зеленого нету ничего, да. Ну, значит, пригороды придется. Придется обычный пригород строить, рядом с Содионом. Ну, все. Ну, давай, ладно. Три плачу. Беру вот этот пригород. Бабахаю рядом со Содионом. Ну, конечно. У тебя там плюс два сейчас будет репутации. У меня сейчас идет от него плюс два. Раз, два, понизился. Теперь два бакса за каждый дом зеленый. У меня появился новый. Угу. Беру два бакса. Это, это. Стадион за каждый соседний зеленый. Раз, два, репутация. Ииии, все. 7, 7. Раз, два. А, Гиджи тебе, правильно? Да, на семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, один раз пересек. Ну, давай-ка, наверное. Озеро из администрации города. Как раз делать озеро. Вот сюда. Это получается я прокачанным. Правильно? Угу. Получаю не четыре, а по шесть за каждый. Правильно же? Да. Шесть за три. Где ты озеро поставил? Вот. Да, получаешь из три восемнадцати. Все. Вот, возьми. Угу. О, десятки. Господи. Это ты повысила репутацию? Что-то давно стояло. А, это вот здесь озеро просто бакало. Озеро, конечно. Получай доход. А. Шесть один у тебя. Один. И шесть. Старшая школа. Одна репутация и три за каждый зеленый. За каждый ваш зеленый. Так, 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 так. Так, если еще это сделать. Кинотеатр. Небоскреб. О, небоскреб можно. За каждый соседний вот здесь вот шахнуть. Уже, конечно, денег. На начальную школу не? Не нужна тебе, что ли? Да, я думаю. Не, и небоскреб все-таки сделаем. Делаем. Плюс три, конечно. Плюс четыре в моем случае. Да, я не знаю. Тебень. Это раз, два, три. За соседний синий еще плюс один. О, мини-гостиница приехала. Так, подожди. Десять доход. А, шесть вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один раз пересек. Мини-гостиница. Мини-гостиница. Ну, такое себе. Пригород, дайте мне, пожалуйста. Дайте. Вот тут эти раз. Так, а за вот это два. Раз, два. За вот этот один. Один. Угу. И за это, что он рядом, шесть. Так. Шесть. Это за это. И еще шесть. За свой доход. Один подвинул, вот это, да? Мне не надо двигать. Он мне ничего не дал. Кто? Я купила пригород. Нет, вот за это ты двигалась? А, нет. Двигайся. Блин. И минус. Думай, как репутацию повысит. Тебя это прям угнетает. Угу. Мини-гостиница. Если сейчас ее вжать, то 19 будет стоить, да? Так. Ну, надо ее делать. 19. 19 у меня нету. Блин. 18 у меня есть. Да-да, последний пригород заберу. Ну, мне к стадиону он нужен. Плюс два. Раз. Два. Два бакса. Стадиона плюс две репутации. И... Надо было стадион улучшить. Просто сразу сейчас репутацию себе накачать. Угу. Зря. Ну, ладно. Девять. И семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дважды пересек черту. Я где-то там вообще просто далеко-далеко. Подожди, еще цели. Да! Личная и вот эти. По зеленым... У нас... Что? Три. У меня четыре. По желтым я. Убери сейчас из... Рядом. Да кинотеатр. Убери. Оставим тебе шанс еще репутацию заработать. О, автосалон приехал. Приехал, действительно, приехал. Плюс пять он сразу дает. Ну да, и короче... Ну, минус два, да. То же самое. За каждый автосалон после этого. Конкуренция, знаете ли. Ну, понятно-понятно. Так. Тогда... Давай мы мы везем в гостиницу. Бери. Семнадцать оно стоит. Блин, я же сейчас пересеку. Смотри, там зеленый построил, а я два бакса не получил. Берется потом повышать. А где мне вообще повышать? А мне ничего не повышать. Пригород ты же недавно строила, да? Да. Я за ассоциацию добрал два бакса. Блин, так это у меня было на этой гостинице. Хватало. Ну ладно. Угу. Да. Я поняла, что я сделала. Ну, я тебя не догоню, конечно, но все равно. Каждые пять монет одно население в конце игры переводится. А, сколько он там стоит? Ну, это много не сделает. Ага. Семнадцать. Семнадцать. Вот. Мини-гостиница стоит семнадцать. Берем мини-гостиницу. Ставим ее вот тут идти. Так, это домик, я два бакса беру. Вот тут идти, да. В итоге она мне дает плюс два. Угу. Раз, два. И дает еще за каждый ваш домик. Считай. Раз, два, три, четыре. Угу. Раз, два, три, четыре. Минус, минус. Минус один, минус один. И плюс шесть денег. Плюс шесть денег. И плюс еще четыре. Десять. А, всего десять. Да, просто десять еще дайте мне. Дайте. Так. Номер сети, я приехал. Угу. Угу. Не, ну я инвестирую в стадион, я больше не буду терять эту возможность. Плачу шестнадцать. Тыдык. Плюс один доход. И плюс шесть репутации. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Удалим мы начальную школу. Средняя школа. Так. И восемь денег. И на одиннадцать подвиньте меня. Да подожди. Шестьдесят пять. Это значит семьдесят пять. И черт, я прошел две черты. Угу. Тык, 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 тык. Походи. Я инвестирую в ПАК. Давно пора. Заплатила четыре, минус один доход. И... Раз, два, три, четыре, пять. Плюс пять репутации. Ух, хотя бы. Удаляй. Да. Так, у тебя три доход. Вот уж доходик. Доходик. Иначе это не назовешь. Отель. Раз, два, три, четыре. Так, отель. Отель дает плюс один за каждый построенный в другом округе зеленый. Ну, у меня четыре. Да, ерунда. На самом-то деле, надо мне еще зеленых, а зеленых больше нету, да? Блин, мне бы еще рядом со стадионом зеленым. Смотри, старшая школа, да, за каждый ваш. У тебя четыре. Ну, это типа двенадцать очков. Без репутации. Кстати, двенадцать очков. Почему нет? Неплохо. А тебе хватит? Восемнадцать у меня есть, да. А, ну, хватит, да. Блин. Каждый ваш зеленый. Такой же. Может, это ее еще построить так интересно. Интересным образом, да нет. Никто. Ну, здесь деньги, да. Да, и минус репутации. Да, нет, сейчас деньги не так важны уже. Тут уже несколько ходов осталось по-хорошему. Ну, зато это дашь тебе население. Она стоит двадцать. Плюс три за каждую. Десять, пять. Раз, два, три, четыре. Нет, двенадцать очков на дороге не валяются. Тут я с тобой согласен. Десять, пять. Два, три, четыре, пять. Старшая школа. Так, ну, еще давай вот здесь. Плюс одна репутация. И раз, два, три, четыре. Четырежды три, двенадцать. Так, это получается восемьдесят семь. Вот, это получается раз, два, три раза пересек черту. Раз, два, три. Раз, два, три. Там все чаще и чаще эти пересечения теперь будут. Скорая. А, я уже ничего не куплю. Мне озеро только бахать. Куплю бутик. Ох, как назовешь? Енотский. Енотский бунтик. Вот сюда. Там будут полосатые вещи все продавать. Да, включительно, только полосатые. Так, давай, плюс один доход. Угу. За каждый соседний домик плюс одна репутация, плюс две. То есть. Угу. За каждый синий. Ничего у тебя больше нет? Нет. Получай, плюс шесть. Плюс четыре монетки. Международный аэропорт. Вот это мне нужно. Но, блин, столько денег я не заработаю уже. Он тут дает лето и лето? Он дает, да, плюс одну репутацию и доход за каждый аэропорт. То есть, мне это будет плюс три и плюс три, соответственно. Но, столько денег у меня нет. Хотя, плюс три и плюс три не так уж и много. Озеро из экологического центра. Ну, придется вот сюда шарахнуть. Чтобы получить, раз, два, три, четыре, пять. Десять монет. За это три монеты за доход. Раз, два, три. Так уж много, всего 15. На семь еще иду вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. На два пересек. Раз, два. Раз, два. Кондоминиум. Пять населения. И по три населения за каждый соседний синий. Ну, шесть. Ну, один. За каждый соседний. Ну, немного. Я все равно даже при учетом этого не догоняю. Это немного. Это надо в связке, чтобы какой-то играть. Куплю я международный аэропорт. О, так ты мне поможешь. Ты в курсе? Что? У меня сработают аэропорты. Я получу один доход и одну репутацию. Ну, мне нужно тоже как-то это. Ну, с другой стороны, ты получишь плюс три, плюс три. Ну, как бы, я не знаю, что мне еще... Не, строй. Почему нет? То... По крайней мере, ты, во-первых, ты не дашь мне вырваться на 15 очков вперед, потому что у нас ничья будет по этим, по желтым. У тебя 15, да? Да, у меня все 15. Вряд ли какую-то желтую. Ну, раз уж комбинат, ради 15 очков я могу жахнуть. Просто, чтобы вырвать вот эти 15 очков у тебя. Угу. Это неинтересно. Это за каждый ваш читы. Два. Два. Раз, два, три. Да. Блин. Ну, че? Я думаю. А так я хотя бы тебе тут не дам. Ну, хватит уже потом на другую. Не пересеку. Скорее всего, два раза. Не нужно будет понижаться. Ой, да ты-то и так ладно выиграл. Не на корову выиграем. А на две. 24. Все-таки я куплю себе кондоминиум. О-о-о. 24. Ассоциация домов владельцев с вашего кондоминиума зарабатывает мне два дома. Ой, господи, боже ж ты мой. Ставь. Так. Плюс пять. Раз, два, три, четыре, пять. Минус один, минус один. Это вот это мы отыграем. Теперь. Плюс три, за каждый соседний. Это плюс шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще на один. Вот. За каждый ваш дом. Зеленый. Еще плюс один. Пересекла. Так, есть еще. За каждый соседний, за каждый соседний. Это зеленый, он добавился. За каждый соседний зеленый. Плюс один. Семьдесят. За каждый ваш. А еще плюс один. Больше нет. Вот. Доход ноль. Еще на два вперед. Раз, два. О, еще один раунд. После текущего раунда каждый игрок, начиная с первого, делает еще ход. Затем партия завершается. Но это же выкладывать надо все равно. Не добавляйте этот, не добавляйте. Просто нет, добавляй этот, следующий. Вот электроники. Так, ну у меня денег семнадцать. Семнадцать. Можно жахнуть среднюю школу. Неплохо так пойти вперед. Я не догоню, блин. Никаким макаром. Можно за двенадцать вообще среднюю школу жахнуть. Можно. А за каждую... Сколько у нас таких вообще? Раз. У меня одна. Два. Нет, это ерунда. Тогда давай, да, среднюю школу делаем. После текущего раунда каждый игрок, начиная с первого, делает еще ход. Ну ты ход, я ход, и все, игра заканчивается. Так, двенадцать делаем. Так, все уже. Просто переводим все в этот. Так, и шумнил, серые. Серые, белые. Не важно, где ставить. Деньги даст. А, на минусы. А, там минусов много. Давай. А, вот тут. Не, ничего. Тут же не даст, зато денег не даст. Ну, у меня минус не будет. Ну, давай. Блин. Действительно, да. Чуть денег пригодится. Парабай. Просто я закрываю клетку здесь для... А, что ты уже ходишь? Ну, я максимум один, да, воткну вот здесь. А, что ты, все, конец хода. Ты ходишь, и я хожу. И еще один раунд. Это вот мы текущий доиграем, и еще один будет. А, все, ясно. Так, плюс одна репутация. Теперь за каждый ваш зеленый. Это раз, два, три, четыре, восемь, еще плюс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дважды пересек. Так, 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 так. Одну монету сбрасываешь, я так понимаю. Да, теряю одну монету, минус доход. И на четыре еще иду вперед. Раз, два, три, четыре. И еще одну пересек. Вот так. Вот, теперь твой ход, и еще будет один мой, один твой. Вот сейчас текущий раунд ты доигрываешь, и еще один следующий. Ну, там уже, я не знаю, озера максимум можно посадить будет мне. Ну, тут озеро, и все. Тяжело. Тяжело. Желтый строй, если можешь. Да могу. Хотя бы комбинат, чтобы я на 15 не игрался. Построишь его. У меня денег четыре. А, он три стоит. А, он три стоит. Ага. Я построю ты его, у меня это и есть вариант. Ну, блин, ты же тоже его построишь. Тогда думай, как тебе лучше больше очков извлечь. Так, шесть. Доход плюс один за него. Шесть получила. Ничего ж, не надо. За желтый ничего, нигде. Одна минута. Не надо. А ты аэропорт так и не построила, да? А мне денег не хватило, конечно. Сбрасывай что-нибудь. Да, блин, тут звучит все. Немас греб. Уже явно никому не нужен. Университет так и не пришел, кстати. Ага. Ну, бывает. Ну, за четверку, ну да, действительно, только комбинат. Да, можно парк. Но нет. Комбинат, конечно. Это тройку. Вот здесь. На отшибе. Плюс доход. А, вот. Доход еще плюс за каждый вас желтый. Не теряю последнюю деньгу. На три пошел вперед. Раз, два, три. Дважды пересек. Тынь. Тынь. Все. Ну, автосалон пошел вон. Вот. Ваша. А если я его прокачиваю, действует вот это? Что? Ну, типа. Он все равно у тебя один. А, все. Ты его не удваиваешь, сам жетон. Ты удваиваешь его свойством. Жетон остается одним. Поэтому на соседний, вот здесь, он дополнительно не сработает. Значит, тогда вот это удобнее. Потому что там не вариант. Там на один меньше. Хотя бы один. Тогда я, короче, трачу все деньги на прокачку фондоминиума. И в итоге я имею пять. Плюс за каждый соседний. Шесть. Одиннадцать. Раз. Раз. Три. Четыре. Шесть. Семь. 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 В итоге я пересекла аж три раза. Ничего страшного. Раз. Три. Раз. Три. Плати. Три монеты у тебя нету. Нету. На два назад иди. Раз. Два. Пересекла обратно. Плюс. Плюс. Все. Так. Ну, все. Конец игры. Давайте считать очки. Больше всего желтых. Ну, тебя, конечно же. О, меня, значит, это плюс пятнадцать. Теперь уже назад ничего не двигается. Понятно. Девятнадцать плюс пятнадцать. Двадцать четыре. Сто двадцать четыре. Больше всего зеленых. У меня. Четыре у меня. У тебя. Пять. Пять. Значит, тебе пятнадцать. Девяносто девять. Секретные цели открываем. Я не справился. У меня должен быть больше всего... Предприниматель. Больше всего синих. У меняосновилось. У меня меньше всего серых. Меньше всего серых. У меня серых раз, два, три, четыре. У меня два. Пять. У тебя два. Значит, тебе ещё 15 очков. 99. 114. 114. И сколько? Денег нет. Нет. Денег нет. У меня одна всего, поэтому они в население не превращаются. Со счётом 124, 114 я победил. Ну, всего на 10 очков. Да. Если бы, видишь, если бы ты мне вот эту цель не дала выполнить. То есть, если бы одно жёлтое здание у тебя было, я бы проиграл. Да. То есть, тут баланс... Я не успела, мне денег не хватило. Баланс присутствует. Хоть я и вначале так оторвался сильно, но вот под конец игры. Вот так. Что хочу сказать про игру. Эта игра была одной, наверное, из первых наших евро. Это была она. Каркасон чуть раньше появился. И вот замки Безумного Короля Людвига. А, брюги. Ну, где-то... Белые брюги и суббюрги. Ну, что-то вот здесь, да. Они рядом были. Игра очень такая классная. В том плане, что здесь мозг работает очень хорошо. Конечно. Игра про комбы плюс про позиционирование пространственное. То есть, нужно не просто комбуллинку собрать, но и правильно подготовить фундамент под неё, чтобы потом эту комбуллинку закрыть. Уровень случайности в ней, конечно, имеет место быть. Мне игра нравится. До сих пор в неё играю. С того, я наиграл очень много, я уже говорил, партий в цифровую версию. Это заметно, да. Ты знаешь, куда что ставить, как правильно. Ну, плюс-минус, видишь, мы шли нормально, короче. Я считаю, это тоже хорошо сыграло. Если сравнивать издания. Во-первых, да, вот сразу видно, что коробочка потоньше. Плюс, безусловно, то, что перерисованы арты. Да, это, кстати, да. Давай я сейчас приближу, чтобы было видно, во-первых, то, что мы тут с тобой понастроили. И вот достанем просто несколько из той версии. Во-первых, вот такое поле. Ну, да. Но поле здесь, кстати, получше в плане почёта очков. Здесь оно стало компактнее в этой новой версии. Но и здесь покрупнее эти черты. Здесь лучше видно. А ты тут тоже не пропустишь, аж поверь мне. Ну, да. Ну, вот, например, да, вот это вот озеро. То есть оно вообще не прорисованное. Перерачиваешь. И вот он музей деталей. Они чуть поменьше, кстати, тайлики. Видишь, сами по себе. Чуть меньше, да. И гораздо менее детализированные. Электростанция, вот. О, да, видно для сравнения. То есть они стали, конечно... Ну, это была у многих претензия к прорисовке. Да, это да. То есть сама игра классная. Но многим не хватало графики. То есть детализация... Какого-то более реалистичности. Оно не выглядит живым. То есть ты когда строишь город, он тебе не выглядит живым. Он выглядит как какой-то вот... Особенно вот зеленый, да, меня раздражает. ...коизометрическая схема какая-то. Видишь, это пожелание учли. Во-вторых. То есть плюс нового издания. Вообще, я не знаю, насколько актуально их сравнивать. Потому что вы уже первое издание вряд ли найдете. Но может где-то на барахолках. Во-вторых, ты вот открываешь коробку. И у тебя вот так. Вот. Вот все это хранится вот так по пакетикам. И просто сложно в кучу. Кстати, это было дополнение. Блин, я помню. Блоклевое, да. Вот. Вот такой здесь, видишь, фишка первого игрока. Тоже небоскреб. Ну, как бы сравнить, да. Что лучше выглядеть. Это с наклейками или... Ну, какого года это и... Главный плюс старого издания. То, что у него сразу включено дополнение. Да. Суборбия Инкорпорейшн. Это... Да, вот это вот. Жетончики границ. Еще много новых, ну, других... Тайликов там были. Тайликов округов. Здесь же мы видим органайзер. Открываешь коробальку? Ну, конечно, удобненько. Здесь очень все удобно и очень все красиво. То есть это вот памятки для еще двух игроков. Ну, аккуратненько лежат. Вот они разложены. Ну, у меня здесь все. Это те, которые у нас не участвуют в партии. Вот здесь у нас для целей. Отсеки. Все аккуратненько, видишь, раскладываешь. Вот здесь B у тебя лежит. Вот здесь A. Вот. Здесь лежат вот эти стандартные. То есть вот идут три стопки для A, три стопки для B, три стопки для C и для стандартных проектов. Проектов округов. Сейчас просто они как-то переворачивались. Перемешались. Сюда идет вот такая вот штука. Да, давай, круши. Вот так вот, видишь, оп. Вот здесь вот для игрока компоненты. Вот так вот накрывается. Не, ну, классно. Вообще классно. Конечно, это прям классно. Здесь есть, кстати, видишь, раз, два, три, четыре, пять. А база на четверых. Здесь уже они предусмотрели для дополнения. Да, дополнение Five Stars, по-моему. Там пятый игрок добавляется. Так вот все укладывается аккуратненько. Ну, продумано. Ну, что? Продумано, конечно. Второе здание, вот за исключением того, что в нем нет дополнения сразу, оно, конечно, гораздо визуальнее и тактильнее. Намного лучше выглядит. Ну, а сама игра классная. Ее единственный минус это то, что нужно за многим следить. И особенно это у новичков проявляется, что они не видят просто, что у них в городе можно закомбить. Они, многие не понимают, что вот если не написано ваш город, то это имеет в виду все округа вообще. То есть это неявно. Вот, ну а так, вот она учит как раз-таки следить за множеством нюансов, строить движок, видеть камбулины. Да. Ну и просто приятно потом посмотреть на свой город, который тут понастроил. Понастроили! Понастроили, да. Нет, игра классная, действительно, да. Не играла в нее очень много лет и прям как в первый раз. Как в первый раз. Соло-режим есть. Да. Ну а с вами были Филипп и Настя, канал Твой Игровой. До новых встреч. Пока. Настя строила парковку. Примыкает к ней ларек. И еще одну парковку, чтоб на озеро смотреть. Приходите в магазин канцелярских радостей. Фил стоит там у витрин. Замышляет пакости. А у Насти чудо-город. В центре башня там стоит. Нет, не башня Саурона. Там водичка в ней бурлит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова